Мы продолжаем рассказывать о том, как государственная поддержка помогает начинающим предпринимателям воплощать свои идеи в жизнь. В нашем репортаже речь пойдет об открытии мастерской изделий из натуральной кожи. В настоящее время, наверное, трудно кого-нибудь удивить модной сумкой или портмоне. Другое дело, насколько надежно это изделие. Ведь те, что из натуральной кожи, часто имеют очень высокую цену. И еще, есть спрос на индивидуальный дизайн, а не просто вещь такую, как сотни других. Жительница Славянска-на-Кубани Ирина Смольникова, мастер по изготовлению изделий из натуральной кожи, сначала считала свое увлечение просто хобби, способом приятной, с пользой провести время. И только когда она поняла, что можно рассчитывать на помощь государства в развитии, ей захотелось большего. Мое увлечение сначала было для близких, для друзей. Это больше как хобби до заключения социального контракта. Я впервые услышала об этом контракте в социальных сетях, на школе кожевиного мастерства, где я подписана. И я оттуда узнала, что студентка получила такой социальный контракт. Заинтересовавшись этим вопросом, я обратилась в управление социальной защиты, где мне специалисты рекомендовали и рассказали возможности социального контракта. Для того, чтобы работать с натуральной кожей, нужно иметь специальное оборудование, довольно дорогостоящее. Получив поддержку государства, Ирина Смольникова приобрела все, что ей необходимо. Я приобрела промышленное оборудование. Это машины для спуска края кожи. Машина роликовая, колонковая. И машина рукавная. Каждая машина несет свою функцию определенную и выполняет определенные модели сумок. Кроме того, я приобрела фурнитуру, кожу разных конфигураций, разных принтов для того, чтобы воплотить творческие идеи. Новые машины, сырье, фурнитура – все это совершенно изменило возможности мастера по воплощению своих идей. Хочется сделать что-нибудь одновременно красивое и оригинальное. Большое желание и большая идея создать свою линейку сумочек в русском стиле. В сочетании кожи и гобелена. Существует хорошая, интересная фабрика гобелена в Петербурге, которая создает принты. Москва, Питер, Хохлома. И в сочетании кожи и гобелена это будут, наверное, думаю, эксклюзивные сумочки нашего русского характера. У Ирины Смольниковой есть все, чтобы успешно работать и развиваться дальше. Опыт, мастерство, оборудование. Ее мастерская дизайнерских сумок и аксессуаров из кожи, арт по-русски, еще покажет себя с самой лучшей стороны. Андрей Вишневский, Дмитрий Волошин. Программа «События». Программа «События».